Доброе утро, дорогие мои! Благословение Господне каждому из вас! Аминь! Слава Иисусу! Наш Бог благ и во всякое время! Аллилуйя! Аллилуйя! Если мы проснулись сегодня, это утро, это говорит о том, что план Божий еще в действии. Его Слово живо и действенно. Значит, Его намерения и планы и желания о нас, они действительны. Бог еще на работе. Аллилуйя! Слава Богу! И Он достоин славы. Аллилуйя! Поэтому благословляю каждого из вас, что же сохраняет нас, что же сделали нас таким, как мы есть. Это Бог. С чем? Его Словом. Словом Его Он создает все, что есть. Поэтому мы знаем, что Словом Божьим Бог может сделать с нами все, что Он задумал, и они осуществляются. Вера в Слове Господа меняет все в нашей с вами жизни. Аминь! Поэтому завтрак со Христом – это удивительное время, прекрасный момент быть с Господом и со Христом. И начать день с Ним. Благословляю вас. Я уверен и верю, что этот день принесет вам огромное творение, удовольствие и благословение. Аминь! Господь, мы благодарим Тебя за это утро. Когда я просыпаю утром и видеть, что меня встречает день, я знаю, что Божь, более всего, Ты меня встречаешь. Ты дал меня просыпаться. Значит, Ты на работе. Ты работаешь надо мной, и Ты что-то делаешь. И я знаю, что Ты со мной. И нет места, Господь, переживать и даже думать о том, что я один. Я знаю и верю, что Ты со мной. Так и же для моих братьев и сестры. Когда мы встречаем утро, мы знаем, что Ты уже рядом. И Ты совершаешь исполнять Слово Твоего обетования. Слава Тебе, Господь! Да то, что Ты задумаешь сегодня по милости и милосердия Твоего, исполняется для каждого из сна. И Тебе слава и честь и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Халлилуйя! Мы, может быть, сегодня закончим тему «Богу же все возможно», чтобы мы смогли дальше двигаться. Вчера мне было приятно делиться с Вами. Предстоящую церковь, которую мы будем начинать в июне. Получается, день передесятности, если ничего не изменится, то есть Господь не гройдет раньше времени, значит, мы будем послушны к этому призванию. Аминь! Халлилуйя! И мы будем рады вашей молитвенной поддержке. Сегодня немножко коснусь эту тему, чтобы больше для меня начинать новый церковь необходимо и важно. Самое главное – начало. Халлилуйя! Окей! И поэтому я посвящаю это время Богу и нам с Вами. Пусть Господь благословит нас. Мы встретили это прекрасное утро. Это признак того, что с нами Бог. Скажите со мной «Со мной Бог». Аминь! Аминь! И Бог написано, что Он не Бог мертвых, Он Бог живых. Значит, я жив, значит, Бог работает со мной. Аминь! И даже когда я покину этот храм, я уже перехожу к нему, потому что он есть в жизни, и жизнь продолжается. Поэтому скажите праведнику, не за что переживать. Благо ему, и он будет вкушать плоди дел своих. Халлилуйя! Халли! Не за что переживать. Благо тебе идет дождь или снег, холод или зной, лето или зима, осень или весна, тепло или холода. Благо тебе! Аминь! Слава Богу! Я хочу сегодня поделиться с Вами. Это интересная вещь, написанная Исайя, 40 глава. И здесь есть поставленный такой вопрос от Бога к тем, которые верят в Него. Поскольку мы говорим, что Богу же все возможно, иногда мы проходим некоторые ситуации в нашей жизни, и возникает вопрос, где же Бог? Где же Бог? А если Бог с нами, почему все так происходит? И, кстати, не только верующие задают эти вопросы, люди, которые верят, а неверующие часто задают эти вопросы. Но мы знаем ответ. Мы знаем, что Бог есть. Неважно, что происходит, мы знаем, что Бог есть. Единственное, что отличает нас от других, это то, что мы верим, что Он есть. Мы верим, что Он есть. И это сила. Вера – это сила. Что мы верим, что Он есть. Не зависит от того, что происходит. Во-вторых, мы верим, что Он с нами. Мы верим, что Он с нами. Неважно, что происходит, мы верим, что Он с нами. Третье. Мы верим, что Он в нас. И это меняется в картину еще лучше. Мы верим, что Бог в нас. не важно как мы себя чувствуем не важно какие информации тело наше передает нам то ли тело здоровое или не здоровое не важно то ли веселое невеселое не важно удовлетворенное но раз мы верим что он есть мы верим что он с нами мы верим что он в нас по писанию и тогда мы верим что он за нас скажите Бог есть я верю что он есть я верю что он со мной я верю что он во мне и я верю что он за меня слава Богу слава Богу вот Бог задал вопрос к своему народу которые он являлся много раз чудеса, силами чем угодно что они видели своими глазами рука Господня в действии в освобождении в избавлении во спасении в благословении исцелении они увидели много чего что Бог творил для того чтобы они имели свободу от угнетающих их дьявол в лесе фараона и вот приходит однажды в их жизни что Бог задает вопрос своему народу как же Исайя 40 27 стиха как же говоришь ты Яков высказываешь Израиль обращение к целому народу путь мой сокрыть от Господа и дела мои забиты у Бога моего разве ты не знаешь разве не слышал что вечный Господь Бог сотворивший концы земли не утомляет и не изнамогает разум его неисследим Он дает утомленному силу и снемогшему дарует крепость утомляются и юноши и ослабевают и молодые люди падают а надеющиеся на Господа обновляются в силе поднимут крылья как орли потекут и не устанут пойдут и не утомятся халлилуйя это сильное сильное слово которое начинается вопросом и заканчивается силою и победой это был вопрос который Бог задал израильскому народу вышивший от Якова от Якова как один человек одна личность поэтому это целый вопрос обращен к целому человеку и он говорит как же ты говоришь значит речь твоя изменится мысль твоя поменялась что-то происходит с сердцем и что же это называется сомнение сомнение немножко отличается от неверия неверия это когда есть Бог и ты говоришь я не верю тебе я не признаю тебя я не не верю в существование твоего и что бы ты ни делаешь мне все равно я не верю тебе а сомнение немножко отличается от неверия в том что сомнение говорит о том что я знаю что ты что-то сделал когда-то но я не строю свою веру даже на свидетельство что ты сделал то есть я забиваю или забуду что ты сделал и на основании это я не верю что ты можешь что-то делать другими словами ты когда-то что-то сделал в моей жизни но я забил сознательно я забил для меня это уже прошлое и поэтому я не могу строить свою веру основываяся на то что ты когда-то зря для меня чтобы верить что ты который сделал это для меня способен снова повторить и сделать лучше а не вере это дана не вере окей и здесь он говорит что ты говоришь и высказываешь то есть распространяет такие информации что путь мой закрыт от Господа то есть чтобы я не делал Господу все равно ему нет дела до меня и дела мое забито у Господа уже отвиняет Бога в том что он сомневающий он забил что я сделал и Бог говорит разве ты не знаешь то есть у тебя была информация у тебя было знание разве ты не слышал значит ты уже слышал как это что Бог сотворивший в конце земли не что устает не утомляется и не ослабивается и разум его не следим разум его прекрасно он не забит чем Господа и дела его он не забивает наоборот он дает утомленному силу и с немогшему дарует крепость он дает что-то как дар дар это то что ты не сослуживаешь кто-то за это заплатил а тебе просто дают и я хочу обратить наше внимание на то что здесь происходит Израиль переживший чудесные моменты в жизни с Господом решился забивать что Бог который спас его он способен продолжать его спасать в трудном моменте что он с ним и это то что часто дьявол делает когда Бог спас нас от грехов наших через смерти Иисуса Христа что он взял на себе в своем теле грехи наши и немощи и прокладе наши и нищете наши когда возникает в жизни какие-то обстоятельства люди особенно верши спешат и забывают что Господь их спас что они есть верующие что они спасенные согласно Писанию что они однажды всем сердцем веровали и устами исповедовали Господа Христа они забывают что он спас их от всех грехов их и это достаточно основания веры тому что он исцелит он поможет в предстоянии или те проблемы которые они находятся он может им помогать если он однажды помог он способен помогать если он однажды спасал он способен спасать если он однажды исселял он способен исселять если он однажды избавлял он способен избавлять если он благословит тебя и ты веришь что он благословит тебя значит у него есть способность благословлять Аллилуйя Но Израиль Быстрее забивал Исходы их Из Египета Израиль забивал Как Бог обеспечивал им Кушать в пустыне Израиль забивал Как Он дал им пить из кали Израиль забивал Их лидерство Моисея Израиль забивал все доброе Что Бог зарядил для них И они ставили Богу вопрос Что Бог Сокрыл свое Лесо от пути Их Что якобы Бог Забил дела их Какие дела Они могут творить, чтобы удивлять Бога, кроме Благодаря Богу И поклоняться Ему И это И то, что часто Происходит Когда Какие-то проблемы Восникают В нашей жизни Оно становится Громко говорить Оно становится Настолько громко Как гламофон Громко звучат Что Человек Легко забивает Что вчера Я должен умереть А Бог меня спас Вчера Я должен умереть А Бог вытащил меня Оттуда Вчера Чуть меня не избил автомобиль А Бог спасал меня Вчера Я был Никто Сегодня Бог Дал мне работу Дал мне смею Дал мне того Что я был в болоте Он вытащил меня Из болота Очистил меня Омыл меня Зел Мне кто-то Вчера Я был Медвым Кадящим Человеком Теперь Я живу Исполненным Богом Словом его Духом Святим Из-за маленьких Восних Проблем Человек Спешит Забивать То Что Бог Однажды Сделал И начинает Сомневаться Сомнение Это Когда ты Забиваешь Что Бог Сделал Для тебя Когда-то И он Способен Повторить Это Аллилуйя И часто Мы встречаем Это В жизни С людьми Они Сомневаются Что Ты В чем-то Их Помогал И Ты же Есть Тот Человек С Который Им Едина Что У тебя Есть Сердце Снова Помогать Что Ты Когда-то Служил Им Что У тебя Есть Сердце Снова Служить Что Ты Поддержал Их У тебя Сердце Еще В груди Может Поддерживать Их Молиться За них Переживай За них Аллилуйя Что Пока Человек Дышит Есть Надежда Кто-нибудь Понимает О чем Я Говорю Сердце Бога Еще В груди Его Аллилуйя Сердце Бога Еще На месте Бог Задал Вопрос Разве Вы Забил И это Касается И нас Вами Смотрите Небеса И земли Они Несчезли Он Говорит Что Разве Не знаем И не слышали Что Вечный Господь Который Сотворил Концы Земли Не Устает Давайте Подумаем Чтобы Ходить На работу С утра До вечера Наверное Устанешь Человек Правда Да Часто И много раз Возвращаемся Люди С работы После 8 часов Возвращаются Домой Уставшим Даже Тот Кто ничего не делает Тот Устает А представь Себе За 6 дней Сотворить Все Что есть В нашем мире Небо И земли И Сверх Создать Человека Надо Не уставать Но он Говорит Я не устаю Не снамогаю Не утомляюсь Сверх Всего Я еще Даю Утомленному Силу Молодые Полагаются На свою Силу Физически И то Устают И то Падают Притекаются И падают Падают От усталости Бессилии Но я Господь Обновляю Силу Аллилуйя Аллилуйя Обновляю Веру Обновляю Обновляю Надежду Обновляю Здоровье И обновляет Мешти Обновляет Мешти Потому что Одна Из вещей Которую Дьяву Позволь Когда Человек Перестает Мештать Это Разрушает Его Внутренности Когда Человек Живет И у него Нет Мешти То есть Нет о чем Думать Или ожидать Своей жизни Когда Баной Человек Болит Он Мештает О чем О здоровье А представь Что Человек Болит И он Перестал Мештать О здоровье Представь Что Человек Не имеет Финансов И Перестает Мештать Верить Что у него Будет Финансов Представь Что Человек Не имеет Работу И Перестает Мештать О работе Чтобы Найти Работу Работать И Мех Финансов Представь Себе Церковь Перестает Мештать Мештать О спасении Людих Мештать О том Чтобы Люди Спаслись Люди Крестились Люди Были Наполнены Тогда Какая Надежда Может Быть Для Нашего Общества Или Мира Не Переставая Мештать Мешта Это То Что Движит Человека Иметь Энтузиазм Иметь Желание Жить Когда Мешта Заканчивается У человека Остаются Мысли Зачем Я Живу Но Это Не Будет Не У Тебя Поэтому Не Продолжать Мештать О чем Хорошего Для Твоей Жизни Аминь У Меня Есть Мешта У Меня Есть Страсть Все Мешти Сбиваются Неважно Сбиваются Не Сбиваются Не Перестань Мештать Прежде Быть Богом Пусть Небеса Будут Твоей Мештой Пусть Жизни Будут Твоей Мештой Пусть Здоровье Будут Твоей Мештой Пусть Благословение Будет Твоей Мештой Пусть Христос Будет Твоим Продолжай Мештать И Имей Страсть К Меште И Двигайся Направление Твоей Меште И Вер Бога Кто-то Мештает Купить Автомобиль Неплохо Кто-то Мештает Построить Дом Неплохо Тоже Кто-то Мештает Мет Миллион Неплохо А ты О чем Мештаешь Церковь Служи О чем Ты Мештаешь Больше Дети Божьи О чем Мы Мештаем Больше Бог Сотворище Неба И Земли Не Утомляется Не Утомляется Не Снимагается Можно Мештать С Ним Аллилуйя Он Жизнь Он С нами Он В тебе Он За тебя Как раз Тебе Можно Мештать Бог Мештает Он Мештал О земной О всех Что есть Сегодня И Они Стали Он Действует От нас На своей Мештей Он Живет Он Мештал Обо Мне Он Мештал О тебе Чтобы Спасать Нас Получилось Получилось Во кресте Аллилуйя Аллилуйя И Он Продолжает Мештать Теперь Через Нас Спасать Других И Это Есть Та Страсть Та Страсть Которая Была В Христе Когда Он Был На земле Мы Видели Что Он Движный Этой Мештой Он Сказал Я Пришел Заискать Заискать Погибшие Чтобы Спасти Эта Мешта Эта Мешта Двигала Его К Селам Древних Городам Домах И Он Вселял Эту Мешту Своему Ченнику Идите По Домам Куда Он Сам Хотел Идите По Домам Идите По Городам Скажите Им Мир Вам Это Его Мешта Он Хочет Чтобы Мир Был В твоем Сельце Сегодня Бог Хочет Чтобы У тебя Был Мир Идите Скажите Им Мир Вам Он Мештает Чтобы Ты Был Здоров И Скажите Им Я Пришел Именем Господа Вас Иссилить 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 Ибо Них Исгоняйте Бесов Даю Вам Силю Все Что У меня Есть Я Даю Вам Аллилуйя И Скажите Им Я Мештаю Чтобы Они Были В Моем Царстве И Скажите Им Царство Божие Приблизилось К Вам Аллилуйя Он Так Мештает Я Мештаю Чтобы Дух Пришел И Будет С Вами И Будет Над Вами Он Поможет Вас Это Моя Мешта И Мешта Исус Верит Свои Мешки И У него Есть Страсть К Этому Поэтому Когда У вас Крест И Смот Вы Написано 40 дней Каждый День Являйся Своими Учениками Являйся Своими Учениками И Делиться С ними По Своим Страданиям Другой Пирог По С ними Доказывай Им Разные Доказательства Сосвидетельство Им Отца Свят Божий Его Мешта Чтобы Мы Все Были Спасены И Как Иван Увидел На горе Патмоса Что При Великом Трон Минозис Сво Народ Из Разных Племен И Языки Малые Большие Стояли И Славили Господа Вот Мешта Божья И Эта Мешта Исполнится Аллилуйя Аллилуйя Бог Моя Мешта И Он Стар Реал Он Уже В моем Сесе Аллилуйя Мы Мы Должны Иметь Страст И Мешт Аллилуйя Что Движит Моя Мешта Вера Моя Что Движит Страст Моя Вера Поэтому Моя Вера Сделает Все Возможное С Господом Я Помню У меня Когда Было Палаточное Служение Вывеска Двиз Внутри Палатки Огромно Большими Буквами С Богом Все Возможно И Люди Видели И Это Было Послание Это Было Визу Входящую Палатку Зная Что Бог Может Простить Его Не Зависит Какие Грехи Он Творит Знали Что Бог Может Исселить Его Не Зависит Какие Болезни У Него Было Они Знали Что Бог Может Избавить Их Не Зависит Какие Зависимости У Ни Были Жизни Акоголь Наркотические Азарные Все Что Связано С Зависимость Они Приходили Люди С улицы Приходили Молодые Приходили И Получили Спасение Аллилуйя Люди Которые Уже Не Верили Бога Атеисты Приходили Потому Что Не Важно Где Ты Стоишь Радус Скажем 500 Метров И даже Было Слышно Что Происходит В палатке И Люди Исселялись В палатке Духие Слышали Слепие Я помню Мальчик Симфероп Кричал Сцена Показывает Я теперь могу Читать Текст Который Сзади Палатки Он мог Читать Сцена С расстояния 37 метров Он читал Потому Что Диаметр Палатка Была 37 метров И он мог Сцена Читать Я помню Женщина Которая ходила С палкой Возле ворота Сифропольское Рынок Пришла В палатку Наши Нашли ее Привели ее И исцелилась И в следующий день Пришла на школу Исцеления Без палки Без костыли Бок Ей Люди Мештают О чем-то Хорошем И это Есть Признаки Верии Я верю О Осуществлении Ожидаемого И надо Мне страсть К этому Не слагать Руки О я мечтаю Я мечтаю И мне Надо верить И что-то делать Своей верой Амин Иисус Однажды Пришел Евангелие От Матфея Девятая глава Прежде чем Я Пойду туда Хочу Обратить внимание На последние Две стихи Исайя Сорок Тридцатая Тридцат Первый стих Утомляются Жунаши И ослабевают Молодые люди Падают Смотрите О чем речь идет То есть Бог говорит Якобы Физические силы Есть у молодых У молодежи Это у них есть Физические Большие силы А у стародежи У нас Мало И если Молодые Утомляются Тогда шансов Стародежи Как А если молодежи Падают Тогда шансов Стародежи Как Он говорит Не переживай Есть у Бога Система Система Простая И принцип Тоже Простой То кто Надеется На Господа То кто Надеется На Господа Обновиться Силе Не важно Ты молодой Или стародой Ты молодежь Или стародежь Ты маленький Либо большой Ты женщина Или мужчина Ты обновиться Я молю Прямо сейчас Чтобы Произошло Обновление В те сферы В вашем здоровье Где Ты нуждаешься Реально Обновлением Даже на уровень Клетки Уровень Кости Уровень Мысли Суставы Уровень И душевное Чувство Эмоции Уровень Духовное Своей веры Ожидание Надежды Да Господь Обновит вас Полностью Амин Надеющийся На Господа Не сомневающийся На Господа А надеющийся На Господа Обновиться Я провозглашаю Божие обновления В вашей жизни Амин И вы не устанете И вы не будете Утомляться Вы будете Как молодые Арли Скажите на это Амин Халлилуйя Поэтому Сомнение Это забивать О том Что Бог Когда это сделает Для тебя Скажите Я не забуду Что я спасу Именно Когда мы забиваем Мы можем легко Терять Потому что Для нас Оно теряет Смысль И ценности Люди Оступают От веры Ставя Перед Собой Другие Проблемы Высшие Огорчаются Забывая Что Господь Спас их От грехов И они Могут Поставить Проблемы Недостатки Хлеба Проблемы Недостатки Финансов Проблемы Неверные Отношения Предательства От кого-то И так далее Или Недопонимания Сужителя И сказать Я тогда Богу больше не верю Церковь не буду ходить Это неразумно Потому что Это все Не стоит Сметь И И воскресение Иисуса Христа Для твоего спасения Не стоит Твое спасение Дороже Ты дорого Стоит Так Бог Оценил тебя Что ты стоишь Жизнь Своего Сына Могу слышать на это Аминь Что у тебя есть Больше Выше Ценность Аминь Окей Девятая глава Евангелия Матфея Когда мы читаем 35 стиха И ходил Иисус по все Городам С селением Учав синагога их Проповедуя Евангелие Царствия Исселяя Всякую Болезнь И всякую Немощь В людях Это была его мечта Побивать На эти места Моя мечта И страсть Чтобы это Послание Евангелия Отца свобода Пришла в каждой Область Людей Подобно Которые Мечтают Так Люди Чьи Отца свобода Есть избавления Есть избавления Есть надежды Господа Иисуса Христа Иисус Немощь Быть у цех Иисуса Христа Дочери Дочерей Чтобы они Были Наполненным Духом Божьим А который Бог обещал Что от Духа Моего Излю На всякую Плод Не можем И больше Мечти И задания Для церкви И когда Библия Говорит Нам Это Даже Написано Видя Торпи Народа Сжалился Над ними То есть Сострадал Над ними Что Они Были Иснурены Россиями Как Овцы Не имеющие Пасты Другими Словами Когда Мы Видим Что Происходит В нашем Городе В нашей Местности Когда Мы Видим Глазами Люди Что Приходит В наши Сердца То Что Мы Видим Побуждает Нас Мечтать Иметь Страст Иметь Ведение Иисус Говорит Я Вижу Ведение У меня Появится Ведение Ведение В чем Заключается Я Вижу Конец События Но Еще Не Начал Исполнение К концу И мне Нужно Начинать Идти До Конца Я Вижу Людей Что Если Что То Не Сделается С ними Они Все Погибнут Но Я Знаю Что Делать Чтобы Они Не Погибали Это Стало Мое Ведение Спасение Людей Их Спасение Стало Мое Ведение И теперь Я Начинаю Двигаться В направлении Спасения И Эта Страсть Побуждает Меня Стартовать И он Говорит Я Вижу Он Говорит Нам О Ведении Он Говорит Нам О Мечте О Своей Страсте Он Говорит Я Вижу Состояние Исполнение Разрушение Они Как Люди Без Пастуха Как Овцы Без Пастора Значит Им Нужен Пастор Я Вижу Пастор По местам По районам По областям Без Пастор По городам Жизни Новые Людей Чтобы Они Не Погибали Пастор Выводит Их Оттуда Эти Служители Будут Выводить От Состояния Их Я Вижу Люди Которые Страсть И Мечта И Веря Что Богу Все Возможно Менять Их Территорию Аллилуйя И Я Вижу Толпи Города И Их Состояние Это Страсте Ведение Состояние Надо Менять Состояние Неудовлетворительное Кто Скажет Что Я Удовлетворен Что Происходит В Стране Украине Мы Переживаем Две Серьезные Моменты Война И Ковид И Это Удовлетворительное И Это Признак Чему Что Жатвы Много Жатва Готова Но Не Хватает Люди С Мечтами Люди С Мечтой И Страсте Некватает Делатили Некватает Люди Катур Име Страсте И Направление Некватает Молите Господь Шаби Высла Такие Делатили И Петем На самом деле Как я сказав Начали Самое главное Что я хочу Наши церкви Или Начало Наши церкви Мне Нужны Делатели Бог Есть Бог С нами Бог В нас Бог С нами Нам Нужны Делатели Бог Нужны Дополнительные Руки И Ноги И Уста Как у вас Как у меня Чтобы Видеть Глаза Видеть Что Бог Видит Слышать Что Бог Говорит И Принимать Это призыв Поэтому 35 по 37 Стихи Выделяется Тем Видение Мечта И страсть Призыв Цель Цель В этой картине Это что Это кто Это люди Люди Являются Целью Господа Из-за нас Христос Пришел Из-за нас Он умер Мы его Цель Аллилуйя Я Цель Господа Иса Христа Он умер За Меня Не за Барана И собака И кота Он умер За человека Он умер За людина Он умер За людина Цена Жизни Человека Людина Очень Високо И важно Для Господа Что он Был готов Заплатить Ты его Мечта Ты его Цель И он Зелает Все Аллилуйя И он Тебе приглашает Быть вместе С ним В этой Команде В этом Призвании Его Это Небесное Звание Чтобы Вместе Завоевать Душь Погибающей Аллилуйя И принесли Исцеление Телами Многие люди Исцеление Души И восстановление Их силы Как молодые Армии Я приглашаю Вас Я Бросаю Вам Визу Присоединиться Дом Христа Аллилуйя Присоединиться К этому Крайс Темпу И мы Будем Вместе Завоевать Их У нас Должен быть Мечта У нас Должен быть Мечта Мечтайте 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 Пока Дышим Не перестанем Мечтать Есть Многие Ряд Проблем Эй Послушайте Я скажу Так То Что Бог Есть То Что Бог В Нас То Что Бог С Нами И То Что Бог За Нас Не Значит Что У Нас Не Будет Трудности В Жизни Это Не Значит Так Трудности Будут Атаки Будут Потому Что В мире Есть Зло Есть Дьявол И Даже Есть Неприятные Люди Но Во Все Что Боя Не Пройдет Бог Не Оступит От Тебя И От Меня Никогда Будь Уверен Об Это Когда Когда Ты Помнишь Что Он Простил Тебя Он Спас Тебя Не Сомневайтесь Об Это Он Пройдет С Нами Он Никогда Не Оставит Нас Один Даже Когда Мы Чувствуем Себе Что Как будто Его Нет Это Не Значит Он С Нами Он Дух И Он С Тобой Вы Понимаете Да Халлилуйя Слава Богу И Поэтому Я Хочу Согрещать Свою Передачу Сегодня С местописанием Колусианам Первая Глава Колусианам Первая Глава Я Буду Читать Двенадцатого Стиха И Читайте Месяц Со мной Если У вас Библия Собой Закончим С этим Месяцом Писания Благодаря Бога И Отца Призвавшего Нас К Участию Наследие Святи Восвяти Избавший Нас От Власти Тьмы И Ведущего В Царство Вослубленного Сына Своего В котором Мы Имеем Искупление Крови Его И Прощение Грехов Который Есть Образ Невидимого Который Есть Образ Бога Невидимого Рожденный Прежде Вся Кое Твари Ибо Им Создано Все Слышите И что На небе Что На земле Видимое И невидимое Престоли Ли Господсва Ли Начас Ли Властели Все Им И для Него Создан Аллилуйя Он Есть Прежде Всего И Все Им Стоит Это Мощно Он Есть Глава Тела Церкви Аллилуйя Он Начаток Первенец Из Метвых Дабы Иметь Ему Во всем Первенство Это Мешта Аллилуйя Это Страсть Его Ибо Благоугодно Была Отцу Чтобы В нем Обитала Всякая Поднота Обращайте Внимание На слова Которые Употребляются Здесь Это Желание Благоугодно Была Отцу Это Какой-то Процесс Должен Произойти Чтобы В нем Обитала Это Значит Еще Не Закончено Но Бог Еще Не Сдается Амин Когда Закончится Христос Гройдет Халлилуйя Чтобы В нем Обитала Всякая Поднота И Это Включает Тебя И Меня Чтобы Посредством Его Примирить С Собой Всех Умиротворить Через Него Кровью Креста Его Земной И Небесной Процесс Еще Идет И Бог Не Сдается Вы Заметили Что Ты Спас Я Спас Халлилуйя Следующий Через Нас И Через Тебя Он Спастет Кого Бог Работает Халлилуйя Приятно Когда Бог На Работе И И Вас Бившие Некогда Отчуждены И Врагами По Расположению К Злым Делам Ныне Примирил Челе Плоти Его Смете Его Чтобы Представить Вас Святыми Непорочными Неповинными Перед Собой Если Только Пребивайте Твердой Непоколебимой Верой И Не Отпадайте От Надежды Благослования Которое Вы Слышали Которое Восвящено Все Твари Поднебесные Которого Я И Павел Зел Служителем Он Одним Срагат Не Забивайте Ваше Спасение Чтобы Сомневаться В Боге Сегодня Нене Радуюсь Страдания Моих За Вас Даже Если Мне Придется Пройти Страдания Мучения Бол Я Не Перестану Мечтать Я Не Выбрасываю Свои Страсти Халилуя Я Буду Подожжать Даже Через Страдания Достигать И Вспоминаю Недостаток Вплоть Моей Скорби Христови За Тело Его Которая Есть Цекла Которая Сделается Я Служителем Под Домостроительству Божию Вереному Мне Для Вас Чтобы Исполнить Слово Божие Тайну Сокрытую От Веков И Родов Ненеже Открытую Святим Его Хорошая Новость Не Правда Ли Которая Благоволи Бог Показать Какое Богатство Славы В Тайне Сей Для Язычников Которая Есть Христос В вас Упование Славы Которое Мы Проповедуем Христос В нас Упование Божьей Славы Для Нашей Земли Есть Духовные Вещи Есть Душевные Вещи Есть Физические Вещи Верите Мне Или Нет Но Вес Мы Управляемся Духовными Силами Библия Дает Понят На Час Во Век От Тим Сил Власти Духи Злобы Или Дух Божий Контролирует Процесс Твоей Жизни Или Демонические Духи Контролируют Жизнь Человека Он Откуда Мы Верующие Были Избавлены От Одной Царств Тьмы Там В этой Царств Это Духовное Царство Тьма Есть Главное И Контролирует И Тьма Это Дьявол И Бесов И Паши Англи Они Контролируют И Бог Вивел Нас Оттуда Куда Царство Света Сына Своего Возлюбленного Духовной Духовной Силы Сильнейший Который Есть Царство Тьмы Освободил Нас Через Смертью И Воскресился Креста И Привел Нас Другое Прекрасное Место Это Разве Не Мечта Божия Чтобы Мы Не Оставались Царство Тьмы И Родились В Его Новое Царство Слава Откуда Мы Были Взяты И Где Мы Сейчас Аллилуйя И Вот Что Он Сказал Последний Великую Тайну Стало Открыто То Что Была Тайна Для Людей Чтобы Не Понимать Эти Духовные Вещи Уже Не Явлась Тайна Бог Зел Это Открыто Всем Чтобы Все Знали Об Это И В Писании Открыто Написано Что Есть Духовные Вещи Есть Духовные Сили Есть Сосвободи И Есть Святой Дух И Есть Бог Любящий Нас Это Уже Не Тайна Халлилуйя И Все Им Создано Для Себя Халлилуйя И Вот Упование Славы Зависит От Того Что Ты Позволяешь В Своем Сессе Иметь Сверх И Иметь Больше Влияние На Твою Жизнь Есть Сердце И Тоже Я Причислю Они Духовные Вещи Вера И Сомнение Сомнение Это Забивать Откуда Ты Вышел И Где Ты Чтобы Довериться Богу Люди Часто Забивая Где Они Были И Где Они Находятся И Часто Это Приводит Неблагодарное Сердце Потому Что Когда Ты Забиваешь Как Ты Можешь Благодарить Если Забиваешь Что Кадет За тебя Зелал Кто-то Например Бог Зелал Для Тебя Как Ты Можешь Осознать Что Бог Зелал Сейчас И Благодарен Сколько Б Тебе Не Дадут И Не Зелал Для Тебя Сердце Будет Еще Неблагодарным Я Рад Что Мы Име Благодарим Сердце Амин Поэтому Есть Вера И Сомнение Что Больше Наполнит Твое Сердце Если Это Вера Тогда Это Упование Славы Есть Во-вторых Любовь И Ненависть Что Или Кто Из них Больше Наполнит Сердце Твое Любовь Это Духовные Вещи И Зависть И Ненависть Это Духовные Вещи Ненависть Это Орудие Смерти Или Орудие Убийства Любовь Это Орудие Жизни Запомните Это И Орудие Инструмент Исцеления Третий Мудрость И Безумие Или Глупость Глупость Отвергает Бога И Глупость Отвергает Послание О Кресте Библия Назвает Глупость Обращается К Посланию О Кресте Как Ерунство Тоже Как Глупость Но Мудрость От Бога Принимает Послание Креста В этом И Ежи С Четвертое Понимание И Невещество И Кашунство Что Боже Внутри Тебя Понимание Из-за Недостатки Знаний Народ Что Погибает И И Бог Залит Чтобы Уже Не Было Тайны У Нас Была Информация Знания Кто Мы Откуда Мы И Где Мы Сейчас Не Забывайте Это Это Тогда Будет Кашунство Это Будет Суета Это Будет Четно Вера Будет Четно И Все Что Было Зверно Христов Будет Тереть Свои Смысль Но Это Не С тобой Будет Происходить Мое Имя И Сокреста Потому Что Есть Понимание Кем Я Был Кем Я Стал Откуда И Где Я Сейчас Вера Во Христе Изменила Меня Аллилуйя Аллилуйя И Это Есть Те Вещи Которые Нужда Наши Христос Где Нас Упование Славы То Что Проявляет Славу Божию Пятый Мир Или Смущение Мир Это Духовные Вещи И Бог Дает Мир И Мит Это Инструмент Сили Инструмент Для Исцеления И Конечно Последнее Слово Божие Или Суета Слово Божие У Соломона Было Слово Божие Но Он Бегал За Суетой И Постоян Говор Суета 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 Я Питался Бог Дал Ему Все Он Что За Суетой За Женщиной Суета Тысячи Женщин Суета Была Суета Богатство Потом Все Суета И Он Сказ Суета Сует Пусть Твое Сесе Не Пойдет За Суетой Обман Мира Дьявольский Но Будет Словие Господне Держать Его Крепко И Дорожить Его Сына Вот То Что Я Хочу Чтобы Мы Знали И Дрис С вами Богу Все Возможно Христос Вас Упова Неслав Поэтому Я Мечтаю У меня Есть Мечта У меня Есть Страсть О Новой Церкви Там Где Христос Вас Упование Слав Для Этого Мира Я Мечтаю О Делатели Которые Хочут Что-то Делать Для Господа Я Мечтаю О Людям Которые Мечтают От Бога И Видят Что-то Я Мечтаю О Су Жителей Которые Будут Полным Богом Полным Духом Светом Полным Верой Я Мечтаю О Них Которые Скажут Я Вижу Видит Банова Но Видит Решение Видит Сломанный Человек Но Видит Выход Одновременно Видит Это Погибающего Но Видит Жизни Идет К Погибающим И Передает Жизнь Идет К Баному И Передает Исцеление Идет К Павшему И Передает Крепость Я Мечтаю О Такие Люди И Это Небесное Звание Бить Участником Небесные Дела О Халлилуйя Халлилуйя Бить Участником Того Что Бог Делает И Не Забывать Откуда Ты Никогда Из Чего И Откуда Бог Взял Тебя И Что Он Дал Тебя Сомнение Не Будет Иметь Мест Твоей Жизнь Бог Есть Бог С Тобой Бог В Тебе Бог За Тебя Упование Славы Люблю Вас Благословляю Вас Увидимся Завтра В Это же Время Молитесь За Нас Молитесь За Меня Молитесь За Дом Крестово Молитесь За Край Темпу Молитесь За Это Новое Которое Будет Родиться День Передесятности Чтобы Бог Расслабился Спасибо Вам Большое За Ваше Время Внимание С Миром Божьим До Завтра Расслабся